Роликс выдержит оценочное суждение и личное мнение автора. Персонажи и предметы вымышленные, все совпадения случайны, весь ролик постановочный подарок. Друзья, Жека с ЕВГ тут и сегодня мы будем проверять сервис случайных подарков Юбокс. И если с него что-то придет, то это все, ребята, получите вы. Вот все, что заказал, все подчистую отправлю вам. В одном из видосов я выражал сомнения по поводу сайта, а точнее его адреса. Юбокс.ком.ру, адрес странный, но это, видать, у них сделано так для разных стран, чтобы принимать заказы на разные юрлицы. И вот я выбираю там подарков на 1500 рублей. Заказ будет содержать сразу 4 бокса. Ютуб-бокс, Фрэнс-бокс, Школьный и Техно-боксы. Думаю, по названиям понятно, что там и для кого приготовлено. Оплачиваю прямо на сайте с Вебмани, приходит на почту подтверждение, что заказ получен, отправка займет один-два дня, трек будет выслан на почту, и я начинаю ждать. День проходит, два, пять дней проходит, неделя проходит, ничего нет, ни трека, ни письма, ни хрена. Знаете, ребята, вот на этом месте должны были быть сейчас посылки из юбокса. Но прошла уже целая неделя, и мне никто так и не прислал трек-номера, и никто не подтвердил мою заявочку. Я уже предвкушая худший написал им в поддержку, спросив, когда будет отправлен заказ, уже прошла неделя, и они мне ответили. Приносим извинения за задержку с отправкой. Сегодня, в течение дня, ждите трек-номер. Аллилуйя, да ладно? На следующий день реально приходит ответ еще один. Здравствуйте, мы отправим ваш заказ через ДЭК, чтобы приехала быстрее, чем почта. Номер накладной такой-то, спасибо за заказ и фоточка в письме, бац. Ну что, реально это или нет? Да, это реально. Мне пришла вот такая вот посылочка. Ни хрена она, ребят, не маленькая, да? Как видите, вот они, 10 тысяч рублей. Там лежит 4 боксов, которые все отправятся вам, ребята. Технобокс. Ютуббокс. Фрэнсбокс. Тяжеленький, кстати, довольно бокс. Скулбокс. Коробочки большие. Классно, вообще классно. Ну что, давайте это все сейчас уберем нахрен в сторону. Друзья, в этом ролике я покажу вам содержимое только двух боксов. Скулбокс и технобокс, дабы не растягивать хронометраж. Просто, когда я начал уже содержимое оценивать, знаете, мне нашлось, что сказать. Давайте начнем с самого дешевого. Это у нас будет Скулбокс. Набор юного школьника. Ну, юного, не юного не знаю. Но сейчас мы все оценим. Постараюсь относиться к посылочкам непредвзято. Как видите, по сравнению с сюрприз боксом, здесь нет вот этой вот бумажки с бантичком. Просто тупо коробка. Привезли пупырку. Ну что, хорошая как бы тема пупырочка. Здесь я вижу вот такую вот термокружку. Очень легкая, никак вообще не запакована. Пластиковая, не алюминиевая. Не знаю, как она будет течь, она или не будет, я это сейчас обязательно протестирую. Батончик мюсли дыня. Маркер. Неперманентный. Кралички. Я не знаю, как это называется, но смотрите сами, что это за штука. Это, я как понимаю, ежедневничек. Да? Это же... А, это тетрадь общая. 120 листов клетка кольцевой механизм. В пленочке. Ну, обычная тетрадка, просто в классной обложке. Ох ты, господи. VR-бокс. В наборе школьника. Так, все вот эти сюрприз-боксы, они постоянно вот эти VR-шлемы упаковывают. Вот. Как он тут открывается-то вообще? Он вообще открывается, нет? Ох ты, господи. Едрить, колотить. Офигеть. Я их с трудом, с превеликим трудом открыл. Качество пластика хуже, не знаю, я не видел, наверное, хуже. Одно дело, если бы мне это подарили, я такой, ну, клевая безделушка. Пару раз посмотрел порно, и все, и нормально. Самый днищенский VR-бокс, на самом деле. Ну, ладно. Здесь еще у нас идет какие-то блокнотики. Тупо блокнотик с надписью Elegant. Я, по-моему, в деревню какую-то приезжал, там магазин также назывался Elegant. Тут какой-то тоже грязный, вон, смотрите, какой-то пошарканный тоже какой-то блокнотик. Это еще не все. Также у нас в комплекте идут папайя цукаты и бирка доставляется к пиву. Арахис жареный соленый бирка. Как вы из рекламы помните, помните, бирка к пиву. Отличный набор школьника. Арахис жареный к пивасу. Школьный бокс для возраста 14... 17 лет, да? Знаете, мне кажется то, что счастье школьника не в количестве вещей, а в их качестве. Ну, лично я так думаю. Чем лучше пошла бы одна кружка, но она была бы охрененная, она была бы там алюминиевая. С хорошего пластика, не из вот этого вот всего вот, ну, а просто одна, ну, качественная. Ну, посмотрите на эту дырочку, господи, она же ужасная. Вот, ну, реально, вот, ну, нахрена? Так много всякого хлама ненужного. Зачем? Вот в магазине я бы вот что-то из этого в подарок школьнику вообще бы не купил. Вообще ни разу. Найти эти товары в розницу оказалось довольно проблеманно. Термокружек вообще тысячи всяческих вариантов и на Али, и в российских магазинах. Надписей на ней никаких нет, и определить цену кружки я смог только через гугл ассистента. Это оказалось нашановская кружка ценой в 183 рубля. Точно такая же, только другого цвета. Причем в нашем екатеринбургском Сима Лэнде подобную кружку можно купить за 163 рубля. От двух штук. И да, она оказалась люто текущей, хотя за такие деньги ждать от нее больше нечего вообще. Мюсли стоили 23 рубля. Маркер, текстовый делитель, нечто похожее, стоит в среднем, ну, 26 рублей. Арахис можно купить за 7 рублей. Тетрадка от того же производителя, ну, с другой картинкой, стоит 356 рублей. Папайя Цукаты. Прямо в поисковике нашлась цена в 34 рубля в Ашане. Однако на сайте цена не указана. Вот эти вот кралички, они просто копеечные. Они явно куплены большим оптом и расфасованы вот так вот. Я их даже искать просто не стал. Я оценю их по методу Кости Павлова. На глаз. Я отдам ему рублей, ну, 30. Красная цена вот реально в базарный день. Чисто за бантик. Причем этот бантичек лежал в подарке для школьника, для парня, не для девочки. Блокноты без надписи самые простейшие научным методом Павлова. Я оценю их по 15 рублей каждый. Но я не удивлюсь, если вы найдете где-то в киоске распечатать и такие же рублей по 5. Шлем виртуальной реальности. VR-бокс 2 кусок очень плохого пластика. Даже в пивных полторашках пластики то куда качественней. Шлем я нашел в наших интернет-магазинах за 449 рублей. Аналогов таких очков очень много. Можно присмотреть себе что-то реально качественное, а не вот этот вот китайский ноунейм. И вообще, ты ими будешь пользоваться? Эта игрушка на пару дней не более, потом она просто надоест. А вот если ты будешь спонсором нашего канала, ты можешь получить один из этих смартфонов, либо AirPods'ы, или даже денежный эквивалент этого приза. Нет. Ты, конечно, можешь пойти купить в ближайшем салоне смартфон, но через интернет-то ведь будет дешевле. Особенно, если ты знаешь места, где можно купить без переплаты торгашам. Xiaomi, конечно, топ за свои деньги, но я выбрал iPhone. Но SE еще тоже хорош. И про то, и про другое отзывы положительные. Телефончики красавцы. Выбираешь, сравниваешь, пишешь, жекешь, что разыграть в этом месяце, и все, профит. Получить новый iPhone или Xiaomi просто поддерживая ребят. Не, а почему бы и нет. Ссылочку на подборочку будущих призов я оставлю в описании. Ну, или ты можешь просто заказать себе вот такой вот бокс, и тебе придут бесполезные VR-очки. Они будут очень ужасного качества. Из очень плохого пластика. А хотите узнать, какая у них оптовая цена на Alibaba? От одного до двух долларов. На Alibaba этот шлем можно купить за 70 рублей. Господи, даже картонные продаются дороже. Но с Alibaba ты не можешь просто вот так вот спокойно взять и заказать. Это не Алиэкспресс. Они в Россию товар не доставляют. Там у них свои заморочки. Эти боксы, они, это подарки. Они созданы для того, чтобы удивлять. Меня этот бокс вообще не удивил. Мне кажется, и вас тоже он ни разу вообще не удивил. Ладно, двигаемся дальше. Как вам наполнение? Ну, судите сами, надо оно вам это или нет. А кому надо бесплатно, эти две коробочки просто на халяву вообще отдам. Ставь лайк, пиши комментарий любой, репостни себе вконтактике этот видосик. И свой профиль с репостом укажи в гугл форме в описании к ролику, чтобы я мог с тобой связаться. Все. А пока вы открываете описание, я респектую классным ребятам, спонсорам, новым спонсорам нашего канала. Марат, Вудмен, Роман Смирнов, Open Source Biz, Арсений Чернецовский, Винеста, Никита Попов, Ваня Евсейф. Ребята, спасибо за поддержку. Возможно, кто-то из вас на следующей неделе получит приз. А остальных спонсоров я постараюсь назвать в следующем ролике. А как стать спонсором канала, смотри по ссылочке в описании. Техно-бокс от Ю-бокса. Соответственно, здесь какая-то должна быть техника. За что вы так со мной, а? Вентилятор. USB-вентилятор, мать ваша. У меня даже USB-ю нет в компьютере. Я его не могу проверить, сорян, пацаны, сорян. Rabbit Silicon Lamp называется. Вот такая вот штучка. Силиконовая лампа в виде кролика. С пультом дистанционного управления. Работает от USB, подключается через микро-USB-шник. Техно-бокс для парня 26, 29 лет. Вы серьезно, Ю-бокс? 29 лет. Вы присылаете силиконовую игрушку для девочки. Парень, блин, 25 лет. Так, это что такое за штука? Вот видим, такая коробочка. Открываем. А здесь у нас покебол. Что, серьезно, что ли? Такой тяжеленький еще. Не, мне, конечно, не 13 лет, чтобы радоваться покеболам. 10 000 мА. Это у нас пауэрбанк в виде покебола. Покемон! Для 10 000 мА на мое субъективное ощущение он очень легкий. Не, конечно, есть вес, но мне кажется, здесь не 10 000, а 1005 мА. Но это только мои слова. Станешь ли ты вот такой вот пауэрбанк стаскать с собой? Я нет. Если тебе 13 и ты школьник, ты его хочешь повесить на рюкзак, но его нельзя повесить на рюкзак. Смотрите, какая тонкая ниточка. Сорян. Оборвалось. Неликвидная херня. На мой взгляд. Чего нахрен он нужен? Он просто светится, он даже ничего не освещает. Он еще и мерцает для вас. На самом деле он светится ровно. Ни яркость, ничего не регулируется. Я могу представить такую штуку только на полочке у какой-нибудь там бьюти-блогерши. Какая-нибудь там Анастасия Фукациме. Вот как раз вот в ее стиле это. Zipper Airphones. Сорян за мой английский, но это вот это вот наушники в виде молнии. Мне всегда интересно было такую штуку попробовать. Ведь это наушники, которые у тебя не будут никак сворачиваться. Смотри-ка, хоба. Там еще одна штучка осталась. И это, конечно, кошмар какой-то. Это просто ужас, что там сейчас лежит. Я вам сейчас покажу, я сейчас только прослушаю, как вот это вот вообще играет. И знаете, что я последнее достану из этого технобокса для парня 25-29 лет? Селфи-палка, мать ваша. Когда вы вообще последний раз видели на улице человека вот с такой вот селфи-палкой. Мне кажется, эпоха селфи-палок ушла года два, может, назад. Или даже три. Ну реально, вот мои предыдущие слова просто вот идеально описывают этот вот современный бизнес. Бизнес-сюрприз подарков. Те присылают просто какую-то хуйню вообще ненужную. Они это все скупают и делают из этого якобы сюрпризы какие-то. Ну камон, какие сюрпризы. Это просто старье какое-то, вообще никчемное. Лично мое... Да ну тебя нахрен. Я даже, слушайте, огорчился. Я заплатил за все это дело 10 тысяч рублей. Я открыл только два бокса, а я уже в шоке. Сам бокс стоил аж 3 тысячи. 321 рубль стоит вот этот вот USB-клок фан на Али. Он, кстати, еще и время показывает. Силиконовый зайчик-светильник, за которого мне почему-то стыдно, без доставки будет стоить на Али 287 рублей. Пауэрбанк-покебол я нашел в рознице за 590 рублей. Заказать с Алибаба такой оптом будет стоить от 3 долларов. Это 200 рублей. Наушники-молния с посредственным звучанием. Без коробочки можно купить за 100 рублей, не больше. Селфи-палка Monopod Exploit на BeRu стоит 1200 рублей. И смотри-ка, всего получается 2498 рублей. Я купил этот бокс за 3000. Плюс добавляем доставочку. И знаете, получается так вполне честно. Но! Это же хлам! Это все было актуально 5 лет назад, еще когда только Алиэкспресс заходил в Россию. Как сейчас по мне, это все старое и вообще неинтересное. Это просто залежавшиеся товары со складов у оптовиков. И кстати, у них на сайте можно посмотреть, что будет содержаться в коробочках. И вот вы видите, что там может лежать. Вот прям вот список есть. И представьте, что из этого всего придет только самое худшее. Старое и дешевое. И вы не ошибетесь. Но до меня это дошло только, когда я уже распаковал все эти боксы. Знаете, во мне вот сейчас просто жаба говорит, который жалко отдавать за эти коробки деньги. Не, ну, кому-то может вполне и зайдет. Особенно, если получить эти боксы на халяву. Почему бы и нет? Все подробности, как получить эти две коробочки бесплатно, читай в гугл форуме в описании к ролику. И, если честно, я ожидал худшего. Вот как было сюрприз бокса. Вот цена будет прилично ниже, товары окажутся намного более дешевыми, но нет. Все более-менее хорошо, цены прям вот подходят. Но наполнение мне не зашло. Мне не понравилось. Это просто хлам, старье. Я бы такое не купил. Бесплатно? Нормально. А купить за деньги и дарить? Нет, не, ну кому-то может и хорошо будет. Это лично мое субъективное мнение. А все остальное уже, ну, решать вам. И вообще, ребята, не ведитесь. Не попадайтесь никогда разводилом. А не то мне за вас стыдно будет, как за этого вот зайчика. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok